Дом творчества Вилла Закотная Отчетных гостей встречи известный донецкий поэт, член союзописателей Украины, герой Украины Борис Федорович Белаш, который прочитал для гостей новые оптимистические стихи, посвятив их наступающему воду. На этот огонек Киселевский, пришли много хорошие творческие люди, представители разных искусств, и художники, и музыканты, ну и в моем качестве поэт. А в большей степени Киселев, потому что то, что он публикует в интернете, это творчество привлекает очень много хороших людей, и много слышно одобрительных таких отзывов. Мне хотелось бы как-то, да, сейчас то время, которое определяя один представитель православного мира, сказал, что есть опасность, когда грехи человеческие могут погасить ту красоту, которую создал Бог. Поэтому мы должны это помнить, и наша первостепенная задача, а тут как раз те люди, которые противостоят этому, мы должны помнить и всячески противиться, противостоять и в конце концов побеждать. Иначе нам не простят. Мне хотелось бы прочитать, поскольку мы в таком живописном месте сейчас находимся, прочитать стихи, связанные с природой, с красотой этих мест. Душистая сена. Слоняясь над водою, а вода задернута лягушечей дерюшкой. Густые камыши сомкнулись в ряд, и высятся загадочно и грозно, но ряску лишь раздвинь, как ослепят тобой врасплох застегнутые звезды. Ага, попалась я, кричу одной, радостно держу ее в ладонях, она еще трепещется с просонья, и я ее в ведре отнесу домой. И тут же понимая, что не прав я держать звезду, лети, шепчу я ей, духмянный август, лето щедроздравье, какая тишь над родиной моей. Как бы хотелось, чтобы это действительно было так. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, вот одно такое, тоже связанное с природой и красотой этих мест, святогорских, тоже. Покрова. С годами мне дороже ощущения, они всегда надежнее, чем слова. В глуби Донцовой осени свечения, все ярче с каждым утром, покрова. По вечерам земля исходит светом, кресты церквей отпугивают зло. Живу один, в затворничестве этом моей душе отратно и светло. К желаниям пустым смиряю прыть, бесстыдно думать, будто жизнь безбрежна. Уже боюсь я время торопить, им наслаждаюсь трепетно и нежно. Уже не возбуждает пыл бойца извечный беспредел в моей отчизне. Неспешное течение Донца с моим созвучным ритмом этой жизни. Природа, отдыхая в праздной лени, как никогда молчанием права. Рождаются стихи из ощущений. Святые горы, осень, покрова. Спасибо. И дело всех присутствующих, и мои пожелания в этом стихотворении на год быка. Я бы хотел на год быка, точнее, перед Новым Годом, чтобы не включал бы дурака гарант в общении с народом. Чтоб праздничный ломился столб у вас от закуси и яства. Чтоб был не нужен валидол нам, как и прочие лекарства. Чтоб твердая была рука, невзгоды отгоняя палкой. И чтоб, не дай бог, год быка пришлось встречать бы минерал. В программе встречи прошло творческое общение художников разных поколений, знакомство с экспозицией картин, представленной в уютной гостиной виллы Закотная. Основной частью программы стало открытие выставки художника из Лимана Николая Корягина. Редактор субтитров А.Семкин